Доброе утро, коллеги! У меня презентация, честно скажу, будет перенасыщена слайдами. Я рассчитывала как раз на то, что будет запись, и все смогут посмотреть эти слайды в более спокойном режиме, поэтому это будет такой слайд-шоу с достаточно короткими комментариями. Собственно, наш опыт работы с метагеномными данными по изучению микробиота кишечника базируется в недрах консорсума метагеном, который был образован на основании клинических и научных подразделений нашего научно-клинического центра физико-химической медицины, и к этому консорсуму примыкают в разные годы, в разное время достаточно много научных групп из разных клиник. Я не стала приводить всех участников консорсума, это невозможно. Ну вот такой костяк, он выработался и работает уже начиная с 2010 года. За это время проведено довольно много исследований и накоплен довольно большой опыт в понимании, что же такое человек и его микробиота. Наши представления, они очень хорошо соответствуют современной концепции о том, что человек – это суперорганизм, и в здоровье человека вносят вклад не только его внутренние органы и ткани, которые, собственно, формируют тело человека, но еще биотопы, которые образованы микроорганизмами, живущими в определенных экологических нишах. Это кожа, это слизистые, и один из наиболее крупных биотопов – это микробиота кишечника. Собственно говоря, как уже сказал Евгений Наумович, именно развитию методов Next Generation Sequencing, секвенирования последующего поколения, высокопроизводительному секвенированию, мы обязаны сложившимся представлениям о микробиоцинозе и о человеке, который не только иокариота, но еще и прокариота. Два крупных международных проекта – это проект «Микробиом человека и метагеномика кишечника человека» – метахит. Именно они заложили основу тех знаний, которыми мы сейчас очень активно пользуемся. Две публикации, обе вышли в 2012 году, которые как раз описывают представление о энтеротипах, как стабильной популяции микроорганизмов кишечника человека, и описывают разные варианты микробиоцинозов, которые населяют организм человека. Итак, микробиоты кишечника человека. Ну, действительно, представление о том, сколько же там клеток находится, оно варьирует. Первые данные были о том, что они в десятки раз превышают количество клеток человека. Сейчас вот сошлись на том, что, в принципе, количество клеток в микробиоте примерно соотносится с количеством клеток в человеческом организме. Но, тем не менее, количество генов в микробиоте, оно очень существенно превышает количество генов, которые представлены в человеческом геноме. То есть, если говорить о функциональном потенциале, то, конечно же, функциональный потенциал микробиоты в десятки раз больше представлен, чем функциональный потенциал человеческого генома. Микробиоты кишечника человека – это не только бактерии, это еще вирусы, археи, грибы простейшие, которые мы все можем так или иначе видеть, оценивать, определять вид, оценивать их функциональный потенциал, оценивать их фенотип с помощью применения методов геномного секвенирования. В норме микробиоты кишечника человека выполняют очень много положительных функций, все мы их выучили честно на скамье института. Это участие в синтезе витаминов, участие в производстве активных соединений, метаболитов и нарушение нормального равновесия функционирования кишечной микробиоты закономерно приводит к патологическим процессам, которыми сталкивается в своей деятельности, наверное, каждый врач, имеющий отношение к пациенту. Микробиоты кишечника человека – это не устоявшаяся система. Она формируется с течением времени, и основные события, которые связаны с формированием микробиоты, они происходят на первых этапах жизни человека, где-то к пяти годам, к моменту созревания иммунной системы. Микробиоты кишечника человека принимают тот образ, который чаще всего встречаются во взрослом состоянии. То есть вот те самые энтеротипы, которые были описаны по результатам проекта «Мета-ХИТ» – это энтеротипы взрослого населения. К моменту формирования этих энтеротипов проходит пять лет созревания микробиоты. Есть представление о том, что рождается ребёнок со стерильным кишечным трактом. После этого в зависимости от процесса родоспоможения и кормления происходит заселение разными бактериями, но к пяти годам всё это как-то стабилизируется. И старение человеческого организма сопровождается старением микробиоты, меняются доминирующие таксоны, падают фармикоты, увеличиваются бактероиды, возникает условно-патогенная микрофлора. И всё это происходит на уровне иммунологической супрессии. Вообще связь иммунной системы и микробиоты крайне тесная. И если посмотреть на этот интересный график, то видно, что развитие иммунной системы синенькая коррелирует с альфа-разнообразием бактериальной флоры. Альфа-разнообразие – это количество видов бактерий, бета-разнообразие – это количество штаммов бактерий. Чем более сильная иммунная система, тем больше видовое разнообразие, но меньше штаммовое разнообразие. Потому что только определенные штаммы бактерий приспосабливаются и договариваются о ненападении с иммунной системой человека. И поэтому кружочек – это, собственно говоря, взрослая жизнь человека. Это то, где находится 90% наших пациентов. А в начале своего пути и уже пожилые люди – это область персонализированной медицины. Когда мы не можем говорить о каких-то закономерностях. И фактически каждого человека должны воспринимать исключительно индивидуально. Норма может быть различной. Норма отличается немножко по странам. Есть определенная преференция каких-то видов бактерий. По большим классам – фармикуты, бактероиды, ротобактерии – это все складывается в энтерогруппы. А превалирование определенных видов внутри этих крупных таксонов может немножко отличаться. Также в своем исследовании мы обнаружили, что микробиота городского населения отличается от микробиота жителей села. Ну, что тоже, наверное, связано с питанием, со здоровым образом жизни. И микробиота сельского населения окажется более значительно здоровой, чем микробиота городского населения. При этом микробиота, будучи очень полезной с точки зрения здоровья человека, несет в себе еще и гены антибиотикорезистентности. Мы сами когда-то привели к тому, что в микробиотике кишечника накапливаются гены резистентности. В первую очередь это гены резистентности к тем препаратам, которые используются в сельском хозяйстве, в животноводстве. Это вот темно-синие столбики на диаграмме. В меньшей степени это гены резистентности к препаратам, используемых в терапии. При этом потенциал этих генов резистентности, он отличен в разных странах. Наиболее хорошая ситуация в Японии, в Соединенных Штатах Америки. Наиболее тяжелая нагрузка генов антибиотикорезистентности в Китае. И мы в своей группе сделали несколько механизмов, несколько движков, которые позволяют анализировать гены антибиотикорезистентности. Они оформлены в виде презентации. Один это резистомэп, другой метачант. Первый позволяет анализировать все гены антибиотикорезистентности в метагеномных данных. Другой – отслеживать передачу этих генов от бактерии к бактерии. Ну и с использованием этих технологий мы показали, что, к сожалению, у нас достаточно высоко представлены гены антибиотикорезистентности. Но, в принципе, они, в общем-то, совпадают с европейской ситуацией и ожидаемо возрастают у пациентов с хроническими заболеваниями. Например, мы смотрели пациентов с хроническим абструктивным бронхитом легких, с болезнью крона. Довольно много на сегодняшний день и нами, и другими группами опубликовано данных об ассоциативных исследовании по изменению микробиоты при тех или иных патологических состояниях. Но здесь всё время встаёт вопрос, собственно говоря, что является причиной. То ли это микробиота отвечает на воспалительные процессы, происходящие в организме человека, ну и на терапию, естественно, которую этот человек получает, то ли микробиота является драйвером этих процессов. В принципе, существует сейчас один уже однозначно доказанный случай, когда метаболит кишечной микрофлоры, тетраметиламин, показано его участие в формировании атеросклеротических бляшек, то есть расшифрован на молекулярном уровне каскад, как состав бактериальной флоры, бактерии, которые неправильно расщепляют L-карнитин, может приводить к формированию атеросклероза. В своей группе мы сейчас работаем над вопросом попытаться создать такой же чистый открытый алгоритм молекулярного вклада микробиота кишечника в патогенез болезни Крона. В принципе, появился не так давно очень хороший обзор, который описывает патогенез болезни Крона, и в том числе, отдавая должное и иммунологическому звену, и генетической предрасположенности, очень большое внимание уделяется участию бактерий в патогенезе формирования вот этой вот булыжной мостовой, которая характерна для этого заболевания. Тем не менее, наши собственные данные, которые мы уже опубликовали в двух работах, показали, что вот та схема, которая была построена мировым сообществом, она не всегда работает. Мы не получили стопроцентное доминирование, например, и шерихи и коли по метагеномным данным, а это было увеличение всех протобактерий, увеличение генов антибиотикорезистентности, то, что, в общем-то, раньше не аннотировалось. При этом выделяемые нами изоляты и шерихи и коли отличались достаточно большой гетерогенностью, то есть мы имели высокое бета-разнообразие среди этих штаммов, что опять-таки ставило под вопрос именно участие штамма как такового в патогенезе болезни Крона. Мы продолжаем исследование в этой области, используя метод оценки метаболитов как один из показателей здоровья и нормального функционирования кишечника и инструмент фекальной трансплантации микробиоты, о котором еще буду здесь говорить. С одной стороны, как терапевтическое вмешательство для коррекции, пусть какая-то не патогенетического звена, но как симптоматическое лечение, а также как инструмент как раз поиска расшифровки патогенеза болезни Крона. Поскольку если мы поймем молекулярный механизм действия фекальной трансплантации, найдем молекулярное звено, на которое действует, то мы подойдем к решению этой задачки. Про клиническую эффективность ТФМ еще будет отдельный доклад, поэтому этот слайд тоже мы пролистываем, ровно как и показатели того, что на фоне ТФМ действительно в ряде случаев у нас приходит к нормальному состоянию метаболита кишечника, а в ряде случаев мы этой картины, к сожалению, не наблюдаем. Я скажу о том, что на фоне фекальной трансплантации, как бы то ни было, мы наблюдаем действительно замещение штаммов, рецепиента штаммами донора и приход состояния микрофлоры кишечника к донорскому состоянию. Пока это вот такие широкие мазки, о которых я могу говорить, поскольку тема только разрабатывается, и перспективы – это вот, собственно, движение в сторону установления молекулярных механизмов действия ТФМ и управление микробиотой для поддержания здоровья и долголетия человека. Спасибо. Это наша команда. Спасибо большое, Елена Николаевна. Блестящий доклад. И самое главное, вы уложились со временем. У нас есть пять минут, и мы можем задать вопросы ведущему специалисту в данной области. Пожалуйста, вопросы к Елене Николаевне. Сидорчук Павлов, областная больница. Может быть, немножко дилетантский вопрос, но по представлениям классическим. В желудке, соответственно, хеликобактер, в толстой кишке и шерихе. Вот что вот в этой черной дыре между, да? И если мы говорим о фекальной трансплантации, не надо ли трансплантировать, допустим, каких-то хороших хеликобактеров? Может быть, в этом отношении. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Ну, наверное, представление более сложное. Значит, начнем сразу с хеликобактера. Если есть хеликобактер, то да, он подстраивает под себя микрофлору кишечника, желудка и доминирует. Если нет хеликобактера, то там представлены Lactobacillus reuters, если мне память не изменяет, и другие бактерии, которые также, как хеликобактер, могут продуцировать вокруг себя щелочь и нейтрализовать кислоту. Причем это очень низкий процент представленности. То есть, вообще-то говоря, в желудке наше представление о том, что он почти стерилен, они совпадают с метагеномными данными. Вот тут кивают головой, что это не совсем так. Ну, я готова выслушать другую точку зрения. Значит, что касается дальнейших событий. Те бактерии, которые выживают в пищевом комке, они дальше имеют вполне себе шансы размножиться в 12-перстной кишке и в тонком кишечнике. Это те же самые протеобактерии, это эндорококи. И, в общем-то, представление о том, что толстый кишечник – это исключительно эшерихи и коли, они тоже не совсем адекватны. Поскольку эшерихи и коли – это представление именно с точки зрения микробиологии. Она хорошо высевалась. Но дальше у нас еще все-таки есть бифидобактерии, несомненно, в большом количестве. И очень много анаэробной флоры. То есть, на самом деле, доминирующий кусок – это бактероиды, которые, как правило, мы не видели на бактериологическом пассиве, а на самом деле их очень-очень много по метагеномным данным. И если рассматривать данные по метагеному, то в метагеноме здорового человека ридов, ну вот этих сигналов от эшерихи и коли мы даже почти не видим. Поэтому здесь приходится пока понимать, что наше представление о микробиоте, оно исключительно базируется на технологии изучения. Вот сейчас у нас есть полногеномное секвенирование. Я не отрицаю, что может оказаться еще какой-то экзотический метод, и мы найдем еще какую-то жизнь в микробиоте, которую мы пока не знаем. Спасибо. Спасибо большое. Еще, пожалуйста, вопросы. Евгений Наумович, Вы хотели задать вопрос? Почему такие расхождения числовые, какое количество бактерий, с чем это связано? Это методологическая какая-то проблема? Я думаю, да, потому что никто же не будет читать клетки как таковые. Это же все некие приближения по метагеномным данным исключительно из среднего размера, и это вычислительные вещи, это же не абсолютные цифры. Все понятно. Я думаю, что это не только один, но и один. Спасибо. 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 Продолжение следует...